Продолжение следует... Убийцей чудовищ. Необычный контракт. Снять проклятие с дочери короля. Было достаточно провести ночь возле нее, от заката до рассвета. Если бы только она не была смертоносной тварью, стрыгай. Предатель, наложивший проклятие, стал приманкой. Продолжение следует... 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 Лизмаки вульгарные Иди в жопу Че это лизмаки вульгарные? Тоже боюсь Раскадривение Контракт на архиспор Контракт на работу для лизмака Контракт на гравееров Контракт на какатриксов Че, все забираем? Конечно, мы же работу разбираем Контракт на фледеров Контракт на гулии Контракт на кикимор На кикимор Подсказка Ну да Просто их называют кикиморс В английском Контракт на виверн Контракт на архиспор Контракт на архиспор Нужны три флакона слизи архиспор Заплачу Тюремщик юз Ты его помнишь? Неужели там тот же тюремщик? Тот же самый тюремщик, который жрет Ну не жрет, а вдыхает Контракт на гравееров От лица его величества короля фольтоста Ипад визимый велерат Наградит любого, кто сможет Уничтожить пять гравееров В качестве доказательства предоставить кость и чудовище Для выполнения этого задания нужна запись в бестиарии гравееров Ну у нас она есть, поэтому мы выполнить контракт можем Контракт на какатриксов Нужны пять перьев какатрикса Ипад визимый велерат Ипад визимый велерат Назначает награду за уничтожение вампиров Фледерами называемых По сей день покой в городе нарушающих Для получения вознаграждения Необходимо предоставить колки трех филейдеров Блин, мы все это продали от Крикштейна У нас все было, теперь надо еще у вас Добрять Я так и знал, что Знаю, но не надо было торопиться Ну да, да Знаю, что зато неплохо платится Крикштейна, наверное, не будем Почему? Мы еще награду, по-моему, не получили Мы можем проходить Да Контракт на гулии Но уже нужно вернуться в храмовый квартал В кладбище визимы Контракт на гулии Для спокойствия жителей визимы Ипад визимый Назначает награду за уничтожение двенадцати гулии В качестве доказательства надо К стражам принести влаконы с кровью этих вражин Контракт на кикимор Кикиморы суть злобное и отвратительное чудовище И посему наш Ипад Велерат Награду назначают за их истребление Десять коктейль кикимор и ваш кошелек наполнится Просто Контракт на Виверн В таверне Нового Норкор требуется поставщик мяса в Виверн Минум три порции Обращаться к Торфирщику Ну все сожрали Придется заново Да Я знала что это не контракт Голова ль гуля Вообще говоря мы можем найти здесь этого А мы никому не нужны Не он нужен Привет Привет Тебя гильдия подослала Да? Меня никто не присылал Прости Они меня выжили с рыночной площади Потому что я отказался вступать в эту гильдию Как увидел что идет вооруженный человек Так я решил что теперь Они меня хотят силой из города выгнать Ничего не могу поделать со своим внешним видом Но уверяю тебя Я только хочу посмотреть на твои товары Прости Я не должен был спешить в свой выдаве В любом случае Смотри Что продаешь? Я продаю и покупаю оружие У меня лучший выбор в городе Ни один клиент еще не жаловался Посмотрим Сам решай Тяжелая палец А у нас такая же есть А у нас такая же есть А у нас такая же есть Церемониальный меч из Дейтвен Ну повреждение минус 30 А у нас нормальное повреждение Причем это стальной меч Да, для церемониальных убийств Временно придает клинику магические свойства Повышает шанс попасть в цель И увеличит повреждение на 20% Хороший у него выбор на самом деле Можем ему продать немного кремния Но не нужно Так Руну пожалуй мы купим Ну не дорого стоит У нас уже есть рунный камень с ворога Увеличивает вероятность удара И повреждение на 40% Увеличивает вероятность критического удара на 5% Вкусно? Очень вкусно Ну 5% Ну это Конечно больше Можем отдать Это шорная башня Сундук Плев Кубничка булочка нас не учили сражаться с монстрами сиротская стража плохо экипирована арбалетчик орден кто в кости играет тебе здесь не место тебе здесь не место наш моральный долг защищать этот проклятый город наш моральный долг защищать но чего же вы играете в азарта игры поле у нас места уже нет но мы не зря поднялись для твоих смысл наконец-то вот главный королевский молчий мы его искали буквально с первой главой приветствую милсдарь ведьмак надоели тебе предместья я получил приказ возвращаться в и зиму король фольтест скоро вернется при случае я вознаграждаю тех кто помогает устранить опасности для общества наконец-то мы зайдем квест для общества награды за убитых чудовищ есть кто-то на твоем счету за что хорошо платят огромный волк появился на болотах а местные утверждают что видели самку виверны которая крала детей виверны не нападают если их не провоцировать местные от них сплошные неприятности наверное они попытались отогнать виверну каким-то народным способом рассказывай дальше спрашивай будь здоров болит я промажу конечно приветствую тебя там нужно ждать в квест как можно все про чудищ семейное наследство книга с описаниями и изображениями всех чудищ знаешь что там написано что мол каждое чудовище воплощает какой-то человеческий грех яга обжорство вампиры пьянство а какой грех воплощается колопендромор ну блин почему мы квестом издать не можем будь здоров и бро вот нас башка уголь гуля караулка источник закон и порядка в купеческом квартале это городская стража штаб-квартира который находится в дозорной башне которую иногда называют караулкой есть часто бывает и подвели рад он приклад приглядывать за всеми делами связанными с преступностью и в запутной безопасностью города я должен отнести свой трофей главному ловчему и потребовать свое изнаграждение плену на предместе указывает и выжимать на крест а вот же за главную королевский ловчину приветствую тебя будь здоров 1 выбросил башку и самолетов не принимает то что видел буквально полсекунды это то как выглядел оперодок прогрузки ищите ухо замка сильный дождь таверна новую на рекорд есть Пожди радостно видичек Новая музыка Я люблю это место Патрик из Вейза Три новой Как интересно Геральт Я рад тебя видеть Я не в том настроении, чтобы слушать музыку Поговорим позже Проблема заключается в том, что я обещал сыграть для всех этих людей А у меня нет лютни В таком случае у тебя действительно проблема Геральт Откуда делась твоя лютня? Куда делась твоя лютня? Эх, длинные истории Не хочется рассказывать с сухим горлом Блин, да что с ним пить-то? Он вино же любит Но есть сентристская фара Проклятье, зря выпили, надо с ним нажираться получается Ну что, только крепкий алкоголь остался Не будь смешным Блин, мы уже нажрать Так Нам нужно хранилище Забрать настоящий алкоголь Охранилище у нас в другой таверне Еще в другой В любой таверне То есть вещи перемещаются, да? Конечно Телепортируются Конечно Они телепортируются между тавернами Это уже удобно Рыбка Как вы у нас по земле таверна? Он без другой ли походу? Милости прошу в мое скромное заведение Приветствую Выглядит как он Чем могу помочь? Так Нам нужен склад О, наш склад Так Руны пока складываем Эту можно оставить Неизвестный эликсир складываем Черный форох В шоу поскладываем Золотое кольцо складываем Софиром складываем Медовуху складываем Соты складываем Красный метеорит складываем И вот у нас уже более-менее свободный инвентарь Кайфк Спиртной Основан для эликсиров У нас уже есть Основан для эликсиров Так Нужно пивка достать Возневский чемпион Пивка пьет Не отказываться По крайней мере Но-что Моя мамаша О-о-о-о-о Сосету красноледа Прежде чем пить Нужно Подраться Возвращаться Потому что Хватит Можно просто Дать Приджа У тебя беленький, есть деньги? Будешь драться? Какие-то новые личности Будет интересная драка, готовы? По местам? А мы тоже в доспехах А мы тоже в доспехах Какая разница, у неё рожа всё равно не защищена Эх 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 Как хочется врезать кому-нибудь Герлин неприличный. Жестный показ Неплохо. Не стыдно проиграть беловолосому Кому бы тут заехать приветствую тебя беленький, есть деньги? будешь драться? получить хочется бро предоставил цитату из английской версии игры будет интересная драка, готовы? по местам нет хрень, припаски быстрые для них да ну зато легкие деньги, видишь там нужно сбить книжку которую мы купили и прочли большинцы к победе униралов неплохо, не стыдно проиграть беловолосому никакого вызова ты давай убьем его музычка веселая как раз судит хочешь в драку чужак, мы деремся за деньги двадцать оленов, ну ладно, двадцать стоит двадцать я тебе задницы надеру да еще и заработаю на этом посмотрим никакого вызова штрафа 엔 revi смысл я тебе морду разобью я взяла чужак забирай свои деньги оставь меня в покое когда-то я был не победить меня называли надеждой белых мы уверен что я тебя понимаю у меня был потенциал а теперь приходится ошиваться вот в таких выгребных ямах как это и все из-за одного единственного боя боксером ношу теперь капюшон чтобы меня не узнали у меня были сотни поклонников женщины золота а теперь что случилось сначала меня обманули судьи несли что-то об ударах ниже пояса можно подумать у того парня вообще когда-то были яйца на меня дисквалифицировали продолжай но это было только начало моей трагедии я выходил на ринг снова и снова пока пока что пока я не вышел на бой против дайсона день был жаркий залива дул прохладный ветер он надрал тебе задницу один удар всего один удар и я понял что этот бой мне не выиграть я ушел я ушел поняв что жизнь это не только бокс с тех пор я ношу этот капюшон чтобы никто меня не узнал ты сдался после одного удара нет скорее это было своего рода духовная трансформация на тебя я запросто смогу победить как насчет ставки 200 аренов правило есть без оружия и без доспехов верно 200 аренов я буду участвовать чё так мало я хочу ты 400 повысить давай вдвоем ставь так слушай у механика русская версия отличается от английской будешь кормить с ним еще не работает кажется со всеми остальными ты учился драться у дайсона я ведьмак я победил выбирай что хочешь кусок метеоритной стали иронический камень магический знак и руки иронический камень сложный выбор если на основу красность хотела не нужно будет возьмем так я выбираю магический знак иронический камень а вот я постоял рост метод на земле это очень хорошая что можно нанести на лезвию серьезного мяча радикость правило еще отлично создание но вам еще пригодится не двигаться хочу подставку для бочек тусетская красная баклевская белая это вкуснятина нужно после меня спросят куда я больше хочу в диснейленд или в буклер я выберу буклер потому что он красивый в диснейленд если честно я бы в буклер не то чтобы съездил а потом остался это единственное место где я могу отдохнуть привет патрик из вейзи кого я вижу ведьмак а ведь говорили что вы все вымерли не все кое-кто остался меня зовут геральт я бы не хотел открывать свое настоящее имя рыцарский обед если хочешь называй меня патриком из вейзи орден пылающей розы именно может быть ты сможешь мне помочь посмотрим моя сестра мы нашли ее утром на постели она была без сознания кровь стекала из отметок клыков на шее это был вампир отметки клыков не всегда принадлежат вампирам эти точно принадлежали вампиру а потом через некоторое время моя сестра исчезла должно быть превратилась в кого-то а потом сбежала если она стала вампиром мне придется прежде всего я хочу чтобы ты ее нашел и подтвердил наше подозрение узнаете зигфрида из Денесли вы знаете зигфрида из Денесли так точно а что с ним вроде его повышают или уже повысили не знаю я с ним не разговариваю а почему после этого он изменился я сказал ему достопочтенный зигфрид поздравляю вас ваша честь и вера помогли победить этих дикарей он странно на меня посмотрел и сказал достопочтенный может быть чести вера конечно нет мы победили потому что они умирали от голода и были плохо вооружены немного крови он уже забыл про честь ему нужно следовать примеру отца где он его отец его убила мантикора я про зигфрида он тренирует рекрутов у стен ордена в храмовом квартале да то что вы повысили нет нет то что хорошо я найду твою сестру ты ее сразу узнаешь ее лазурные глаза невозможно не заметить она стройная красивая блондинка хорошо посмотрим что нужно сделать я обещал идти с него взял который укусил бампир если бы не мертвые бандиты поэтому возле подожди еще секунду дорогой о еда так игроков в покер вообще нет спать хочет и я не я не я я не в том настроении чтобы слушать музыку поговорим позже а проблема заключается в том что я обещал сыграть для всех этих людей а у меня нет людей в таком случае у тебя действительно проблема геральт как тебе удалось пробраться в купеческий квартал благодаря своему обаянию и великой славе что-то я сомневаюсь чтобы городские стражи и ценители не поэзии да нет геральт ну ты ничего не понимаешь в жизни я обратился не к стражникам а влиятельному купцу дочь которого я и и учил играть на лютни кстати дочь была красивая муку у купца у этого есть разные связи и он достал мне попасть он не добыл разрешения принял меня этим показав что ни какой нибудь плебей и невежда а культурный человек это был его вклад в развитие из искусства к сожалению к сожалению наши с ним отношения теперь зашли в тупик а что такого особенного в этой лютни неужели ты не помнишь это лютня которую я получил от второго еля когда мы были в долине целиком кто такой кто такой вы не такой а такая эльфийка из синих гор ты помнится разбил ей нос когда вы встретились первый раз и где она сейчас я слышал что она присоединился к скретаелям интересно жива ли она старина цветов я даже написал а это балладу там где дьявол говорит спокойной ночи сегодня я ее буду петь как же отлично помню отлично значит ты понимаешь почему мне так нужна эта лютня куда делась куда делась твоя лютня эх длинные истории не хочется рассказывать сухим горлом ладно никаких проблем так знаешь давай начнем с узимского чемпиона узимский чемпион раз узимский чемпион два узимский чемпион два узимский чемпион три узимский чемпион четыре в комментариях озимский чемпион четыре что за ерунда ха 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 что за ерунда ищет О, наконец-то, оно случилось. О, наконец-то, оно случилось. Публика ждёт. Почему ты не хотел это говорить? Купец один застал меня, когда я давал уроки его дочери. Уроки чего? Спокойно, Гера. Музыки, конечно. Ладно, я принесу твою людню. Отлично! Расскажи мне про купца. Расскажи мне про этого купца. Ну ладно, честно говоря, у него есть причина меня не любить. Что ты натворил на этот раз? Скажем так, мы с его дочерью очень понравились друг другу, а он об этом не знал. Типично для тебя. К счастью, в нашу прошлую встречу она была одной и очень довольна. Поэтому по моей просьбе она спрятала людню в сундуке на втором этаже. Я попытаюсь её найти. У меня следует быть осторожным при посвящении дома разъярённого купца. Ещё в таком виде. Сейчас я на него прикрылся. Да, он людина. Вышли? Сейчас, секунду, нам ещё нужно... Ну, нас же пригласили на этот вечер ещё на вечеринку с Леву Варденом. Ага. Вечеринка с 18.00, по-моему, или с 19.00. Сколько сейчас у нас? Одиннадцать. 22.09. Эта весёлая музыка очень хорошо сочетается с этими ударами. полагая, куда привезли, что дни неприятности у него есть. Что у нас верно, что у нас все дни неприятности, пошёл! Милости прошу в моё скромное заведение. Чем могу попасть? У неё как голос ещё вон так двоит. Чудесная таверна. Должно быть, у тебя здесь часто останавливаются знаменитые гости. Так и есть. Правда, после того, как величие и звучание положение, знаменитостей в моей таверне поубавилось. А другие интересные постояльцы здесь есть? Ты слишком любопытен. Это большой порог. Но у меня тоже есть свои пороки. Например, я жаден, что сам чёрт. Я знал, что с тобой можно договориться. Теперь я ничего не имею против того, чтобы посплетничать о моих клиентах. Слушаю тебя внимательно. Последнее время сюда то и дело заходят всякие подозрительные типы. Солдаты не обращают на них никакого внимания. И ведут себя эти мерзатцы так, будто у себя дома находятся. Смею предположить, они носят символ Саламандры. Так и есть. Так ты их знаешь? Ты не слышал, о чём они разговаривают? Они всегда говорят очень тихо. У них свои тайны. Я слышал очень мало, в основном всякую ерунду. Уверен, что-нибудь интересное тебе услышать удалось. Хм. Не знаю, насколько это важно. Но я подслушал, как они говорили о пароле для входа в некий подземный комплекс. Кажется, они называли его мануфактурой. И что это за пароль? Один из них произнёс слово «шип». Спасибо за информацию. До встречи. Прошу прощения, я очень занят. Вот сволочь, а. Одну минуту, солнце. И я приму у тебя заказ. Удачи. Давай перезайдём это место, чтобы поспрашивать его ещё о кое-чем. Надо перезайти. Перезайдём. Вы ездите меня отсюда, потом же я увидите. Что это за кат-сцена было? Иногда хочется бы. Если бы не мать три бандиты, где-то ни было бы не было бы. Не видел. Ты бы хорошо вот так вот, да, сделал, нет? Не, ну, как интереснее. Не, ну, не дергался. А? Если бы не мёрт, не мёртся. Интересно. Ты троптишечек. Меч достать нельзя. Приветствую, приветствую. Очень рад. Приветствую. Чем могу помочь? Чем могу помочь? Расскажи мне, что происходит там у тебя наверху. Благородный господин Лео Варден из купеческой гильдии снял второй этаж моей таверны. Надо признаться, очень щедро мне заплатил. А я должен обеспечить его гостей едой, выпивкой и держать рот на замке. Я один из приглашённых. Ты расскажешь мне подробнее, что там происходит? Если ты один из приглашённых, ты уже знаешь всё, что тебе нужно знать. Если же нет, будь добр, уважай моё право хранить секреты. Может, золото поможет развязать твой язык. Золото я люблю, но ты не сможешь заплатить мне столько же, сколько платит Лео Варден. Кроме того, не хотелось бы мне разбираться потом с людьми, которые за ним стоят. А кто стоит за Лео Варденом? Пиши ты, святые боги. Я и так слишком много наговорил. Прошу прощения, что... О, мы быстро тут резвеем. Господин Лео Варден просит вас составить ему компанию сегодня в шестнечке. Это единственный момент... Благословенный отдых. А ведьмакам нравится только... Чародинки? Я не хочу говорить о серьёзных делах. Я здесь, чтобы расслабиться. Если бы не монстры и бандиты, все жалуются на фотостан. То ли ещё будет, когда на трон зайдёт тогда. Это единственное место, где могло бы... Угу. Я просто пытаюсь вспомнить, дело в том, что там очень интересная история, связанная с людьми. Я не знаю со всем этим. Как ты знаешь, дни? Я не знаю, что ты летел как-нибудь. Как кажется, это тот самый дом, где нужно искать Люти. Лютика. Что тебе нужно? Оставь мою дочь в покое! Мне ничего не надо от твоей дочери. Я тебе не верю! Проваливай из моего дома, проклятый бродяга! Послушай, добрый человек. Вон, или я выгоню тебя пинками! Хотелось бы мирного разрешения вопроса. Проваливай! Пошёл вон! Оскорблений уже было больше, чем достаточно. Да я тебе одной левой пришибу, ублюдок! Получай! Ну ты сам просил. Ну он сам-то просил сюда. Чёрт, проходи, только не бей меня больше! Чёрт, проходи, только не бей меня больше! Хобус панкера. Не бей меня. Метинская розовая. Я не даю всё время. Тут раньше же время. Чёрт, проходи, только не бей меня больше! Я всего лишь твой дом хочу очистить. Тех вещей, которые тебе не нужны. Ха-ха-ха! Чёрт, проходи! Криво! Криво! Чёрт, слюбка! Геральт из Ривии, ведьмак. Прошу прощения за вторжение. Он застал Лютика? И зачем же, позволю знать? Он должен был учить меня музыке. Научить играть на арфе и лютне. Сочинять музыку. Однажды папа вернулся с фактории раньше, чем обычно. Мы репетировали кантату «Птичьи слезы». Папа вошел в самый кульминационный момент. Это не пристойная песня? Нет, нет. Она прекрасна. Очень нежная и поэтическая. Папа никак не мог взять в толк, почему мы репетируем обнаженными. Он был в ярости. Вытащил старый самострел из-за шкафа. Он держит его там на случай нападения. К счастью, зрение у него уже не то. Иначе Лютику было бы не сдобровать. Именно поэтому я здесь. С чего ж он сам не пришел? Хотя, может, так оно и лучше? Ты сам на вид тоже ничего. Я пришел за лютней. Это я поняла. С тех пор, как отец застукал нас, что-то он перестал сиренаду у меня под окнами распевать. Кстати, надеюсь, ты папе ничего плохого не сделал. С ним все будет в порядке. А с какой это стать я должна лютню отдавать? Назови хоть одну причину. Я ведь знаю, что лютик больше никогда здесь не появится. Я с самого начала знала, что все так и будет. Такой уж он есть. Если я отдам тебе лютню, он будет под нее распевать сиренады очередной... ...жертве. Если ты отдашь лютню, ты лишь покажешь, что он для тебя ничего не значит и никогда не значил. Ты с ним порвала. Ты его бросила. Да-да. Он упал к моим ногам. Молил хотя бы об одном благосклонном взгляде. Он сделал мне предложение, но я ему отказала. Теперь можно мне забрать лютню? Одну секунду. А тебе-то какая в этом выгода? Почему ты помогаешь Трубадуру? Он мой друг. Друг, говоришь? Подойди ближе, Геральт. Небось, я не кусаюсь. Однажды я слышала, что прикосновение ведьмака... Оно вызывает легкую вибрацию. Позволь, я покажу тебе. Концел. Репетитировали, говоришь? Ну, так что, это такое лютнюю здесь не было? Вот лютнюю лютика. Ага. Я там еще пальчиком вырусил. Выпивка. А девушка ничего так живет. Ну, хоть как-то ее развлекли, а? Ой. Проваривай отсюда, мы вроде сюда все забрали. Безопасные для девочки. Контрацептивные, наверное. Ведьмак, я стяжелся, не скрою. Что-то в тебе есть. Бочка. Да, это же новая локация, надо все места обследовать. Хлеб, сушеный фрукт, бараньи окорок. Эй, всегда ходишь в лавку, но с мечом. Не только в лавку. Сундук, три стерина. Наша свининка, кремень. Как хочется свининки. Да, вкусненько свининки хочется. Лишневая настойка. Да, в этой локации чаще видно, что прогружена местность. Тебя сюда пришлась. Круто. Зачем торопиться? Действительно. Благородный господин. Ты что-то предлагаешь? О нет, благородный господин. Я жду, когда ты мне что-нибудь предложишь. Прекрасный подарок. Ты знаешь, как произвести впечатление на женщину. Идем, устроим праздник наслаждений, о которых ты не мечтал. Время на 12.30, нормально. Крутизанки. Если пройти достаточно далеко в глыбь. В вонючих переулках храмового квартала можно найти нечто экстраординарное. Горожане. Незамужних горожанок и их родители держат в ежевых рукавицах и заставляют сидеть дома. Им немного скучно, зато им все интересно. Лютик попал в беду, и мне пришлось ему помогать. Все, что я слышал о нем раньше, оказалось правдой. Никто не скажет, что я икшаюсь с ведьмаками. Ты мне не нравишься. Черт, сухой закон. А почему военное положение только в нашем квартале? Чтобы защитить богачей, которые тут живут. Может быть, но эти хамы-солдаты просто ужасны. Лучше они, чем никченые стражники. Не уверен, что мне это нравится. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Держи свою литнюю. Геральт. Геральт. Вот твоя людня. Отлично! Наконец-то я смогу начать концерт. Я перед тобой в долгу. Когда у тебя выступление? В... Восемь вечера. Приходи, если выходит. Если будет время. Я пришел к классу на контракт, как в восемь часов было на рекорде. Через три месяца ты не знаешь. Да. Как мы отсюда не стремим? Обильно твою ладу, а? Отлично! Точно идем. В это же ТВ. У нас на первый этаж пустится. А, ну ладно. Это легче. Точно. Поехали искать сестру. Почему, что Леон Барнин сам предложит своим гостям послушать этот концерт? Ну, это было бы логично, но все-таки он там сам свою вечеринку организовал. Я все запомню, что давно приглашена Ада. Прекрасно! В этом бардаке еще только ведьмага не хватало. Так, нам нужно... Так, нам нужно... Интересно, как она снова относится. После нее трону. А в книге есть нескольких моментов, которые будут указывать на ее текущее поведение, кстати. Ну, главное, давай я вот так обману. Мне надо быть сейчас в дворце. Что это? Вылезла из дупла в прошлом году, заворчала и притопнула? Черт его знает. Но на всякий случай надо повесить эльфа. Это он анекдот рассказал. Почему я стал шутом, а не королевским чиновником? Не люблю брать взятки. Почему друид двинул по морде городскому стражнику? Ну, это же естественная реакция. Друид же... Ну, все естественно. Естественная реакция. Что происходит, когда чародейка превращается в гадюку? Кто знает. Никто еще не заметил разницы. Мои ноги сами пускаются в пляс. Люблю я эту мелодию. Просто послушай. Что? Что это делает? Я все чаще слышу о бандитах со значками салопа. Так, ну нужно обыскать местность. Что это? Место потеряло свое очарование с тех пор, как сюда стали пускать простонародье. Да и в дом королевы ночи. Да и в доме королевы ночи. Да и в доме королевы ночи. Да и в доме королевы ночи. Те, кто не может пожаловаться на малое своего кошелька, купеческий квартал в зиму предлагает развлечения по высшему разряду. В доме королевы ночи их ждут прекраснейшие из женщин, всегда готовые к себе. Я буду доставить изысканное удовольствие и помочь распрячься от серых будней. Память. Все ясно. Действительно. Что еще королевы ночи их ждут? На завтра. Такие вещи можно запретить. По крайней мере. Шуткие времена. Мы обслуживаем клиентов только высшего класса, дорогой. Мы обслуживаем клиентов только высшего класса, дорогой. Какое приятное место. Очень уж мне понравилось вонтан синеглажный, хе-хе-хе. Снего. Если бы ты знал мою жену, ты бы не удивился тому, что я здесь. Боксерская белая рубит. А у нас нет места. Синеглазая девушка Давай спросим Приветствую, милздарь Приветствую, синеглазая И чего же ты хочешь, мой беловласый господин? Для начала я хотел бы поговорить Хорошо, давай поговорим Джаком Аказана утверждает, что удовольствие от культурного разговора – лучшая прелюдия О чем ты мечтаешь, синеглазая? Хм, о том, чтобы ночь длилась вечно Обычно девушки мечтают о рыцаре на белом коне и прочей чепухе Я необычная девушка и могу это доказать Достаточно только попросить Может провести с ней ночь? Я хочу провести с тобой ночь С радостью, беловолосый Но сначала ты должен внести вклад в развитие дома ночи Всего лишь 500 аренов Знаешь, если вот это вот ответить, то может сойдемся на меньшей цене? А что по твоему меньшая цена? Ну, давай сначала обсудим это Хорошо, 1000 аренов Благодарю Следуй за мной Я бы хотел реализовать одну мечту, которая уже давно меня преследует Терпение Сначала горячая ванна, а затем я исполню все твои мечты Ну, эту картинку уже видели Может, не платите? Даже самая женщина, не знаю Не знаю День, жалко Да! Ну, компакуй, у тебя интересный шрам Тебе интересный шрам на шее Да? Очень интригующий Придает тебе своеобразие Если хочешь, могу показать и остальные Удачи! Как там насчет тебя ищут? Кажется, тебя ищет твой брат Да! Кажется, тебя ищет твой брат Что? Нет, у меня нет родственников Ты уверена? Абсолютно Мой дом здесь С моими сестрами ночи Должно быть, я просто ошибся Да! Удачи! На шее Снеглазой девушки я заметил следы клыков Слишком уж много совпадений Я просто уверен, что это и есть Сестра Бруцариста Персонажи Снеглазого Снеглазого красавица, работающего в доме ночи На шее интересный шрам Мне это напоминает куст вампира Грозно выглядишь Большое оружие за спине Ну отсюда Куда у нас, Чайлз? Кролюцый эти мячи только на показ у меня в дождь плохое настроение интересный глючный вид который напоминает кат-сцену будет сохраняться дальше или нет слышно то что идет камера который приближается к этому окну это вообще такая сцена похоже кат-сцену у ролик игровой похоже по крайней мере очень похожи да я видел голубоглазую куртизанку в борделе этого не может быть моя сестра никогда бы до этого не опустилась у меня есть доказательства я видел отметки клыков у нее на шее как ты описывал клянусь вечным огнем как такое могло случиться должно быть ее околдовали тот самый вампир что ее укусил возможно она еще не стала вампиром возможно ведьмак ты должен мне помочь вампир должен быть где-то поблизости возможно даже бывает в самом борделе хорошо посмотрим что можно сделать я должен выяснить управлять ли кто борделе воли девушек так но сначала мы оставим пищички знаменитый убийца чудовищ почтил своим присутствием скромную таверну привет чем могу помочь классный чел мне так нравится в руси Так, очень высокое качество. Ну что, пошли, нам нужно дограбить бордель, смотри, мы еще не все сперем, у кого какие цели, да, рыцарь пытается надпись свою сестру, мы пытаемся забрать все вещи, которые имеются в борделе. По крайней мере, на которых плохо лежат. Видишь, все останутся довольны, разве нет? Есть минутка? Что еще раз? Бордель, остаться давай. У меня в дождь плохой, раздрай ей девочку. Опять дождь. Люблю я эту мелодию. Какую дождя? Ну ты молодец. У меня даже нет сил шаловаться на погоду. Привет. Мы закрыты. Владычица ночи обы кого не принимает. У меня есть кое-что для твоей госпожи. Говоришь, есть кое-что? Тогда отправляйся в бордель и воспользуйся как следует этим своим кое-чем. А ну проваливай! Я думал, это и есть бордель. Никакой тебе это не бордель. Это дом ночи. Лучший в Тимерии. И всяких там бродяг в кожаных лохмотьях сюда не пущают. У меня есть золото. Меня не купишь. Я пропал. Входи. А вот, не купишь. Ну, 290 варенов, конечно, это не так уж и мало, с одной стороны. А с другой стороны, не так уж и мало. Ну, это же нам задание будет. Такое задание бывает затратное. Королева ночи и сестра милосердия. Как ранее он очень любит. Я соблюдаю за тобой уже некоторое время. И чем же я обязан таким интересам к моей персоне? Мой возлюбленный, которого я так и не забыла, считал тебя своим другом. Он погиб, помогая тебе в схватке с могучим противником. Но это было давно. Что привело тебя сюда? Кто ты? Кто ты? Я королева ночи. Я воплощаю в реальность мечты своих клиентов, оставляя их довольными и счастливыми. И с пустыми кошельками. Я воплощаю их мечты, пусть даже на миг. А мечты бесценны. Ты заинтриговала меня, когда говорила о прошлом. Ты мне расскажешь, кем был тот человек. Я никогда не говорила, что он был человеком. Важно, что вы были с ним друзьями. Его звали Регис. В свое время он слишком много пил. Поэтому мы расстались. Эта дурная привычка чуть было его не погубила. Разъяренные кметы набросились на него. Прошло много лет, прежде чем он полностью оправился. После этого он стал отшельником. До тех пор, пока не повстречал тебя. К сожалению, я почти ничего не помню. Не переживай. Мне очень важно знать, что хотя бы в момент гибели рядом с ним были друзья. Настоящие друзья. Что мне нужно сделать, чтобы провести ночь с этими красотками? Забыть о том, что ты ведьмак. И стать нашим другом. Прости, госпожа, но я не понимаю. В таком случае наберись терпения. Со временем ты все поймешь. В этом здании живет вампир. Отметины на шее одной из девушек. Могу назвать тебе несколько обычных животных, которые оставляют точно такие же отметины. Брат этой девушки считает, что она по своей воле никогда бы не стала работать в борделе. Он думает, ее околдовали. И ты в это веришь? Не будь наивным. Она живет здесь как принцесса. Носит шелка. Клиенты продают свои поместья, лишь бы провести с ней одну единственную ночь. У нее есть собственные слуги. Она окружена роскошью, о которой ты не смеешь и мечтать. Ее брат решил выдать ее за какого-то старого болвана, у которого геморрой вырос больше чем... Ну, неважно. Она вместо этого предпочла стать принцессой ночи. Вечно прекрасным запретным плодом. Мечтой в Изиме. О чем это ты? Я почувствовала это, когда пила ее кровь. Что ты так смотришь? Да, ей есть тот самый вампир, который здесь живет. Я никогда никого не убиваю. Кровь возбуждает меня, как алкоголь людей. И как бы то ни было, я не причинила вреда ни единой живой душе. Полная чушь. Мы с моими дочерями пьем кровь наших клиентов и девушек. Но никогда не убиваем. Они отдают свою кровь в качестве платы за наши услуги. Все довольны. Осинеглазая девушка. Она сама вызвала меня. В своих снах, своих мечтах и фантазиях. Она жаждала свободы и вечной красоты. Мы не чудовище, Геральт. Я предлагаю тебе сделку. Одна ночь с моими дочерями в обмен на мир. Ты вообще забудешь обо всем этом? А если я не соглашусь? Кому-то придется умереть. Тебе, мне, синеглазой девушке. Ты считаешь, будет правильным выбрать смерть? Даже если это смерть вампира. Ты меня убедила. Я оставлю вас в покое. Ко мне, милые дочери. Покажем этому ведьмаку, откуда берутся удивительные легенды о доме ночи. Сразу утром. Вообще. Одинокушек. Одинокушек. Во, с вампиршей мать приедет. Дааа. Ха-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ха-ха-ха! Остановитесь, немедленно. Вам никогда не победить нас. Нас? Сестра! Мы снимем с тебя это проклятие. Да нет никакого проклятия, болван. Просто твоя сестра не желает всю оставшуюся жизнь мыть посуду и раздвигать ноги перед одним и тем же затхлым старикашкой. Хватит улгать! Рыцари Пылающие Розы в атаку! Одну минутку. Хватит. Вампирица права. Здесь нет никакого проклятия. Твоя сестра сама сделала свой выбор. Ведьмак, ты только что сам вырыл себе могилу. Может быть и вырыл, но точно не себя. Хватит. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне жаль, что всё так закончилось. Эти люди, несомненно, обещали тебе золото. Я могу пообещать тебе часть своей прибыли. Что теперь? Теперь буду вести дела, как обычно. Надо просто избавиться от трупов. А девушка? Пусть поступает так, как считает нужным. А пока пусть отдохнёт. Так никакого проклятия не было? А мне откуда знать? Я никакого заклинания на неё не насылала. Магические чары часто можно перепутать с естественным очарованием. Я убил людей. А ведь я должен убивать чудовища. Меньшее зло, Геральт. Ты должен выбирать его, чтобы спастись от большого зла, который поджидает тебя во тьме. Всё правильно. Может, надо было одеться? Зачем? Она ничего не сделала. Что она сделала такого, чтобы её нужно было убить? Ну, честно говоря, должны. Убить их только за то, что они монстры, которые никому не вредят. Поговори с госпожой ночи. Мечты. Мамочка, можно нам с ним поиграть? 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 А всё-таки есть такой вряд, чтобы на их стороне быть? Можно. Ну я просто спрашиваю, как всё равно. Нет, ты не представляешь, через какой ужас мне пришлось пройти, прежде чем я от него сбежала. Больше он тебя мучить не будет. Спасибо, ведьмак. Спасибо тебе за... человечность. Ну что, как тебе? Меньки, надеюсь, отдохнуть. Ты хотел о чём-то меня спросить? Пока. Не, ожидаем, это про что? Ну, я же не подключила. Да? Удачи. Да? Иногда после переголы работы можно... Что? Ох, ух. Самое интересное место. Собрали козье молоко и отсюда её валим. Уже потратили достаточно денег на этот квест. Не, нам дали золото, конечно. Я просто не понял, сколько. Ну вот, потратили, и будет всё пловенько. На шок. Я побил Анджей Акалодов. Нужно найти противника на синий день. Её. Иногда хочется быть христианином. Всё прям откидывали дрожать от страха. Жизнь в этом районе практически остановилась. Кто за этим стоит? Если ещё один солдат ко мне докопается, я покажу им, что может сделать аристократ. С таким вооружением я бы держалась подальше от стражников. Почему? Как раз наоборот. Мы её всем вломим. По десятое число. Так, что мы хотели здесь? Мне кажется, мы зря сюда пришли, потому что нам здесь сделать нечего, покажет. Да, ты брат, там пронесу, как-то, сдувало. Так. Нам нужно... Чё, где? Ну, про чем новую сцену нарисовать, убавить её. Хренусь частью. Анекдоты от тюркача? Так он же нам уже всё рассказал, не? Ну, вот мы начали повторяться. Тюркач-то их за всем этим. Шу. Гроховый. Да. Гроховый. Что это? Вылезла из дупла в прошлом году, заворчала и притопнула. Чёрт его знает. Но на всякий случай надо повесить эльфа. Почему я стал шутом, а не королевским чиновником? Не люблю брать взятки. Пошёл. В чём разница между чудовищем и сборщиком налогов? Закон разрешает нанимать ведьмаков, чтобы убивать чудовищ. В чём разница между чудовищем и сборщиком налогов? Закон разрешает нанимать ведьмаков, чтобы убивать чудовищ Что происходит, когда чародейка превращается в гадюку? Кто знает Никто еще не заметил разницы Почему друид двинул по морде городскому стражнику? Ну, это же естественная реакция Погнали, да? Так, ну конечно, мы только один новый лидер с него вытащили Так, нам нужно Сейчас Мне кажется, что мы еще в одном месте можем сходить Интересненькое Сейчас Вспомнить бы, где он находится Так, коленочек, храмовый квартал, старая кузница, склад банки Точно, я вспомнил Когда он вошел в дом 3, я вспомнил, когда он нужен Нам нужно в норокорте забрать золотое кольцо Затем мы пойдем в городскую ратушу Увидишь Ну, это так Просто потому что я помню Вот эти вот приключения Вот, чтобы как можно быстрее с ними закончить Пока не дошло дело до вечеринки Так, 16.00, нам нужно действовать быстро Милости прошу в мое скромное заведение Приветствую Чем могу помочь? Не, неплохой голос на этой озвучке Так, золотое кольцо с сапфиром Отлично Пойдет Так, прячем бухло Шкафовальный камень нам пока не нужен Все, отлично, погнали Погнали Кольцо с печати городской страж Золотое кольцо с бриллиант Так, стоп Не может алмаз взять Уж не помню Нужно кольцо или алмаз Милости прошу в мое скромное заведение Приветствую Чем могу помочь? И в английской озвучке хороший голос Но здесь у него, знаешь, такой еще особенно приятный Так, нам нужно алмаз, который нам дал золото Мы два даже алмаза Допустим, мы взяли алмаз, который мы взяли Ну, просто вырвали откуда-то и забрали у золота Что это? Это людмак Ни что, а кто? Тебя сюда никто не звал, беловолосый Как это не звали? Я здесь резидент Хочу постоять на мой пропуск Так, расположение сенсора Это банк Там где расположение сенсора Или гороскоратуш Так, посмотрим Че пялишься? Че пялишься? Тебя сюда никто не звал, беловолосый Вы больны? Мне спеть Робить из сердца Нет, это первый день нашего нахождения в новом районе Смотри Смотри, мы первую ночь в этом городе Ну, точнее, первый день в этом городе И уже сколько у нас это приключений В том числе постель Классная льда Я тут уже три раза был Велерат, человек честный Надо торопиться Дымовой налог Подушный налог Военный налог Что дальше? Надеюсь Денег мне на взятку хватит Песец Да? Я пришел по объявлению Вот что нужно Перья как от Рикса Пять штук У тебя они есть? Пока нет Тогда зачем отвлекать меня от работы? Мы пойдем наверх, пожалуй Переложить Заклеить Какая воничь Поставить печать И так весь день Переложить Заклеить Поставить печать И так весь день Хорошие девочки Не получают повышения по службе Хорошие девочки Не хоро... Да Работаешь в Ратуши? Не слишком оригинально, мой дорогой Придется тебе постараться Чтобы произвести на меня впечатление Я должен произвести на тебя впечатление Ах, ты плохая девчонка Плохие девочки обычно придумывают самое интересное У меня интересные идеи появляются, когда на тебя смотрю Не так быстро Где мой подарок? Вижу у нас капризы Чего пожелаешь? Угадай Что больше всего нравится капризным Испорченным девчонкам? О, ребят Давай пойдем куда-нибудь Где мы сможем остаться одни Иди, госпожа моя Микрофон Что тут? Жорж спрашивает Микрофон Ой, как... Ах, ты батюшки Четыре Задь Какая вонь Слушай, они зря ли? Да, ужасно, я отбился Чиновники привилегированы классом в зиме Они принимают многие важные решения Это одна из редких профессий Которая дает некоторую власть И одновременно открыта для женщин И не только открыта И в том числе у женщин А, пардон Вампирица Я ведьмак и видел много вампиров Тем не менее необычно, что такое существо Жило много лет Среди людей неузнанным Чего только не было Переложить Заклеить Поставить печать И так и здесь Я бы могла и более интересное занятие найти Хорошо, хоть я не шли Переложить И так и здесь Жень, да? Ага Время 16.30 Опасно Где здесь опасность? Что опасность? Здесь просто опасно, Танк Видишь, мы должны уменьшим воруду ставить теперь Если что-то опасно Я тоже смеялся над этим, когда он в низкую версию проходил А здесь безопасно Второе сошел с ума Он отдает своим чиновникам противоречивые прикачи А Родерик Девет и правда из Нивгарда А хрен его знает Родерик Девет Так, время 17.00 Скорая вечеринка Так Погнали тогда Так О, рельеф Поставим-ка мы сюда сенсор Я оставил первый датчик Осталось еще два Дверь на склад Заперта Ботички Факер Взимский чемпион Хорошо, пополним наши запасы Лепестки Геннадцы Быстро Дверь в банк Без самого Вивальди Нам не нужны неприятности Уборщица Кто грязный А, не грязный Это шкуры Тигра похоже Дверь в хранилище Не открывается Какой монстр Скажи мне Мы же ведьмаки Ну А слухи плести Я тоже умею Поставка для бочек Тиграанский лагерь Больно Пакет Как она может Ко мне относиться Опытовой торговец Если тебя влекут Тай Попрощай Мы с ним уже болтали Под дождем Так он прятался Ой, американский торговец Может, Рубеда лучше? Рубеда лучше Чем что? Чем много их Моё почтение Экзотические товары С благухающей кореньями Зериканий Не похож ты на зериканца А должен Разве королевский эль Продают только короли? Че ты хочешь, малыш? Книги мы ищем О растениях бесплодных земель Книга, посвященная флоре Пустынь и пустошей Приводится описание растений И способа получения Алхимических ингредиентов Пустынь и растения Конечно Кактус не растение, что ли? Ты как и плод А кактус? Поймай Поймай Жимолость Генация Также приводится в способ Получения алхимических ингредиентов Из этих растений Листья растений Бесплодных земель Жимолость Преступень Стебли Степного растения Говори только о теплое Преступень Отличная идея Отличная идея Мне тоже интересно Продавец спиртного Добро пожаловать, благородный господин Превосходный напиток Это, ну, рочий товар Есть у тебя алкоголь Никак нельзя Король Эдиттом запретил продавать водку Малиновый сок, яблочный сок, король молоко, козьбук А че, здоровье не стало, надо Можно покупать С тех пор, как вели это военное положение Цены подскочили Время 17.30, пошли в новую на рекорд Ты знаешь, я даже не сильно смотрю на эту карту Потому что я выключил Ну, только ее открываю и закрываю Потому что я помню, куда мне идти Классно, макарси Почему-то храмового квартала хуже, знаю, поскольку удивительно Из огня-то в пулы А теперь еще и вершок, пожалуй Меня ждать, Вердек Бочка Есть минутка? Есть два Орена Я их забрал, я валюю Нам нужен алкоголь Много алкоголя Потому что на вечеринку Знаешь, как правильно это На вечеринку металкиваться Еще алкоголь не подали к столу А ты ужил в говную жирату Приветствую, приветствую Очень рад Приветствую Чем могу помочь? Так что мы воспользуемся метаном селедкиной И просто возьмем с собой жиратую Конкретный стал Центриское фаро Реально, не позорятся же перед людьми Надо все-таки свой алкоголь хороший А он мне чуть веселый Так, нам нужно вино На всякий случай Митинское розовое, буклерское белое Кусенское красное Буклерское белое, пожалуй, возьмем Митинское розовое Хорошо Тяжелых напитков Увы, нет Время Восемнадцать ноль ноль Пошли на вечеринку Трис Да Ну так как у нас... Ну, Герлет согласился пойти на эту вечеринку Только потому что она сюда прошла Ему было плевать, что тут будет Лев Варден Вот, ему было плевать на то, что здесь будет ад Ну вот, когда Трис сказала, что она тоже идет, вот тогда он согласился Ну вот мы и на месте И перестань хмуриться Все будет хорошо Меня что-то Бог побаливает Может вернемся к тебе и проверим мне это внутреннее повреждение Этим мы займемся после приема Да ладно, Геральт, не так все плохо Давай общаться Конечно Я смотрю, как вы встречу, кого интересно Я слышу, что цены будут расти Для Нильфгаарца у Лев Вардена прекрасный вкус Веди себя прилично Знаешь, что Морден устроил на турнире? Звыкал, но все равно расскажи Мы приехали на лошадях И в своем месте Масса было все вынуждено А Морден взялся Замужет его Меня трясся на колени Все знают, что Не поймай С одного посажу на место Не стесканем Я был потрясен После этого Есть турнир Быстрее Формальность Да Морден Человечище С меня достаточно политики и бизнеса Лучше я уеду в отпуск в полис Миска Свинина Куриная ножка Не мешай Ладно, не буду мешать Стоять 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 Что Добро пожаловать на пир Леуваарда Да Это прикол С химфаком Там было Вот такой секрет Ведьмак Геральт из Ривии И как всегда очарователь Это Леуваарда Леуваарда Добро пожаловать Привет Благодарю, что пришли Здесь почти все, кого я пригласил Посмотри на этот зал, ведьмак Ты увидишь, что тут представлено все королевство Любой, у кого есть власть, был приглашен сюда Спасибо за приглашение Поговорим позже Простите меня, но я должен вернуться к своим обязанностям хозяина Поговорим попозже Смотри, как тут есть Граф Дюет Велерад Талер 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 Эркенблан Спутница Таинственный аристократ А, да Один расплодит Улыбайся, ведьмак Это ненадолго Ненадолго Крестные осады Можно пообщаться с собой? Конечно Это даже нужно Интересно Прошел слух, что король Радавид Будет вести переговоры с Фольтестом Госпожа Позвольте представить вам чародейку Трис Мерригольд И Девет я знаю кто это мы ведь знаем друг друга не так ли ведьмак можно сказать и так принцесса да я действительно принцесса хотя я не всегда чувствую себя таковой так много обязанностей ты себе не представляешь ведьмак почему ты так на меня смотришь тебе не нравится мой наряд второй вариант вижу что ты все еще носишь на шее это жерель с камнем проклятие вот здесь немножко неправильно это не нашли на шее ничего нет кстати странно то что в по книге он сказал что ей нужно это медальон вот а по поводу но еще он сказал что ей нужно ну вот что угодно чтобы она носила и она вижу у нее диадема с изумрудами это то что герль потребовал чтобы она носила после снятия проклятие если бы ты ей сказать то вот плохо простите госпожа но даже лучшие наряды меркнут сравнение с вами следи за тем что говоришь мутант тихо дэвид это был комплимент я сама буду решать оскорбил он меня или нет ваше сочство он выродок молчи дэвид это называется утонченность можешь идти потому что если искать второй вариант на немедленно покинет вечеринку скажу что это ну она разочарована этой встречи на приеме у лео вардена я снова увидел принцессу а до несколько лет назад я избавил ее от проклятия стриги принцесса выросла в красивую хотя и разбалованную и диковатую девушку ну как бы он не сильно хочет с нами общаться пепел старые вы зимы еще дымится королевская семья уже веселится с купцом из ньюгарда очень некрасивая это дело это он относит к войне с ньюгарда филера талер привет талер потому что тут делай барыга герой можешь познакомиться с талером талер здесь доброе утро позвольте представить моего хозяина благородного эркина фон бланта приветствую на здарь эркин принял обет молчания и поэтому не может нам ответить вам наверное интересно какова причина его визита вот уж действительно он принес в своей жизни много клятв одна из которых защищать королевскую семью увы по неизвестным нам причинам принцесса от да не слишком его уважает но увы и клятвам нужно следовать несмотря на обстоятельства а какова твоя роль в этом думаю его клятвы на тебя не распространяются он позволил мне говорить от его имени я служу при нем советником конечно не будем тебя беспокоить пойдем геральт если помнишь он относится к мирской разведке ну платье классно вообще товарищ аркин бланк мы с тобой тоже хотим поболтать давай выпьем пошли нет знаешь что давай вы не знаешь что давай как резко стал не хочешь а он не хочет что-то ладно баклерская белая в вино запросто молодец тоже хочу баклерскую белую 5 бутылок вина ну охренеть а он говорит я нарушил я поклялся на цапля цапля Хватит глупостей, Талер нанял меня, чтобы я никогда не пробрался на бал, и ты облажался. Давай без сэм, пожалуйста, я дам тебе специальное кольцо дома ночи, скидка 50%. Геральт, позволь представить тебе ипата Велерада. Мне очень приятно. Приветствую, ведьмак. Давно не виделись. Велерад, правая рука короля Фольтеста. Госпожа Трис весьма добра, но мы тут все свои, к чему формальности. Если хочешь открыть фабрику, магазин или убить монстра, или попросить о чем-то короля, в первую очередь надо идти ко мне. Я запомню. Простите, Ипат, но нам надо поздороваться с другими гостями. Ты знаком тут уже со всеми важными персонами, ведьмак? Мне надо поговорить с Лео Варденом. Будь осторожен, люди могут попытаться вытащить из тебя информацию. Из меня, я обычный ведьмак. Будь начеку. Тут у каждого слова есть политический подтекст. Исток. Ты спросил, что это мы делаем. До завтра. Так, теперь мы можем поговорить с разными гостями. То есть мы теперь с вами по себе. Тебя вызовут, когда ты понадобишься. Исчезни, выродок! Для Нильфгаарца у Лео Вардена прекрасно. Неплохо. Политикой меня не интересует. Политикой меня не интересует. Наслаждаешься? Еще как. Мало еды, негде сесть, и все обмениваются банальными фразами. К тому же я единственный, кто не вовлечен ни в одну интригу или тайный союз. Пришло время для новых обычаев и традиций. Думаете, лучше показать Нильфгаарду, что мы варвары? Что мы путаем вилку с гребенкой? Знаем только одно, как пировать, напиваться, орать похабные песни и шлепать служанок по задницам? Извините, но как осколок прошлого, я очень привязан к старым обычаям. Новые мне никогда не нравились. Но не вешай мне лапшу на уши. Кто ты и зачем ты здесь? Я патриот. Все делаю на благо королевства. Говори прямо. Как всегда говорил скупщик краденого Талер. Пройдоха Талер ничего за бесплатно не делает. Скупщик краденого Талер мерзавец, которому вряд ли понравится, если в храмовом квартале узнают, что он то и дело трется среди сливок высшего общества Лазимы. Пусть. Скажу тебе, дружок. Тут завязывается такая драка, что пощады никому не будет. А побежденных вороны будут клевать. Тебе придется сражаться за новый порядок, мой анахроничный друг. Или против. Мы будем сражаться за традиции, обычаи, наше имущество и наших баб. Против кого? Кто тут такой плохой? Кто у нас баб хочет украсть? Обманывать тебя не буду. Ты свой человек и у нас общее дело. Так скажу, как есть. Пока не знаю. Но когда узнаю, настанет час меча и топора. Кровь будет течь по улицам и для твоего нейтралитета, дружок, попросту не останется места. А кто ты на самом деле? Только не крути, дружок. Давай спросим. А кто ты на самом деле? Только не крути, дружок. Темирианская разведка. Я выполняю прямые распоряжения короля. Я нахожу предателей, крыс и агентов. Я шпион. Высокопоставленный шпион. Не могу этого отрицать. А можно личный вопрос? Амфибии, которых ты ищешь, Это личное дело. Или же идеологическое. Понятно. И то, и другое. Объяснись. Они ограбили меня и убили моего друга. Они преступники, а не зло. Саламандра нарушают естественный баланс. Я ведьмак. И не могу этого допустить. Понял. Спасибо за откровенность. Это Девет. Кто он и что тут делает? Этот нильфгардский пёс всего лишь пешка. Понятия не имеют, в какой стати ада его так долго терпит. Объяснись. Как и большинство рыцарей ордена, он комплексует по поводу размеров своего перца. Поэтому он становится невероятно агрессивным каждый раз, как что-то его пугает. К тому же, он ведь нильфгардец. О нашей принцессе можно разное говорить. Но она ведь не настолько глупа. Возможно, принцесса ведёт свою игру. Несомненно, но она могла бы осторожнее выбирать союзников. В отличие от шахмат, в этой игре на кону жизни. Я боюсь, что кто-то её использует. А Лео Ваарден каким образом связан с этими переменами? Я бы хотел, чтобы Эркин лично встретился с ним. Его намерение для нас абсолютная загадка. Для меня тоже. Правда? Что ты имеешь в виду? Твоя подружка, кажется, очень неплохо ладит с Лео Ваарденом. Для двух малознакомых людей у них находится слишком много тем для разговоров. Сам посуди. Я доверяю Трис. Ты знаешь её лучше, чем я. Но не говори потом, что тебя не предупреждали. Что касается Лео Ваардена, мне удалось выяснить, что он является членом некой международной организации купцов, банкиров и прочих богачей. А почему тебя беспокоит мой нейтралитет? С какой стати ты из кожи вон лезешь? А почему тебя так беспокоит мой нейтралитет? С какой стати ты из кожи вон лезешь, лишь бы затащить меня в игру, которая меня не касается и не интересует? Эта игра касается тебя даже больше, чем ты можешь вообразить. Или ты хочешь сказать, что тебя не интересует конфликт между Белками и Орденом? Или ты хочешь сказать, что тебе всё равно? А как насчёт твоей полюбовницы, Трис Мерригольд? Это моё личное дело. Я хочу уничтожить Саламандры. Это моя единственная цель. У Саламандр есть покровитель. Либо кто-то из присутствующих здесь, либо кто-то из тех, о ком здесь говорят. Ты по уши увяз в этом, Волк. Нравится тебе это или нет? Прошу прощения. Поговорим об этом позже. Продрик Девет. Я встретился с лордом Деветом на приёме у Левардена. Он происходит из Невгарда и является членом Ордена Пылающей Розы и советником Короля Фольтаста от Ордена. Более того, он исключительно отвратительный и независимый человек, который, к тому же, он возненавидел меня с первой минуты. Девет прибыл на приём в сопровождении принцессы Ада, так что, возможно, они и находятся в довольно близких отношениях. Девет оказался заклятым врагом Тайлера, начальника тайной службы Томерии. Велерат. Велерат управляет Возимой, столицей Томерии. В отсутствии Фольтаста Велерат обладает всей полнотой власти в городе. И паз знает меня с давних времён, поскольку именно он договорился со мной о цене за снятие проклятия с принцессы Ады. Хотя я не помню Велерат, у меня есть смутное ощущение, что он сильно постарел и спился со времён нашей первой встречи. Говорят, что Велерат утратил свой авторитет и управляет городом уже не так умело, как бывало. Ведьмак, подойди. Девет, налей мне вина. Вон у того пажа в другом конце зала. Ваше Высочество. Теперь мы можем разговаривать свободно. Я отправила Девета подальше. Геральт, расскажи мне про ведьмаков. Только избавь меня от разговоров об этом в вашем кодексе. Что вы хотите знать, госпожа? Каковы ваши взгляды на политику? Для меня политика — это как мимолетное свидание с любовником. Ты согласен? Лучше не надо. Я уже не помню. Да, дипломатия. Я впечатлен вашим сравнением. Вы никогда не пробовали заниматься изящными искусствами, ваше Высочество. Я вынуждена изучать всякую чепуху. Но от книг мне скучно, как и от поэзии, по большей части. Согласен. Книги — это для зануд. Неважно. Вернемся к нашим любовникам, бродящим по этому залу. Понимаешь, ведьмак, политика все же чем-то похожа на роман. Все начинается с заигрываний, взглядов, разговоров. Взгляни хотя бы на эту чародейку рядом с Лео Варденом. Танец все больше напоминает прелюдию. И... Ну, ты сам все понимаешь. Похоже на нашего благородного Эркина и его придворных подхалимов. Потом человек охватывает страсть, непреодолимое желание совокупляться, грубо, подобно животным. А в конце концов остается печальный рутинный процесс, лишенный и романтики, и страсти. К примеру, Белерат и Девет. Простите меня, ваше Высочество. Закашлялся. Мы ведь взрослые люди, Геральт. И мы оба знаем, чего взрослые люди хотят друг от друга. Политика всех сводится к одному, поймете остальных. Хороший ответ. Не все люди. Я, к примеру, стараюсь не лезть в политику. Тогда что ты тут делаешь? Тут все этим занимаются. Я сам не знаю. Я сам не знаю. Давай поговорим на другую тему. Могу я задать вопрос? Продолжай. А как к этому относится король? Я имею в виду в политической сфере, конечно. Скучный вопрос. Я выросла голодной, а на этом пиршестве и посмотреть не на что. Я устала от язычков куропаток и икры. Больше всего я хочу придумала. Если ты правильно угадаешь и принесешь мне то, что я хочу больше всего, я отвечу на твой вопрос. Я сейчас вернусь. О, мы потихоньку трезвее. Ну да. Но главное, чтобы с ней когда болтали, он все еще шатался. Это было классно. Я не знаю, как она так делает. Прости, Геральт. Надо поговорить с ней. Так. Кто лучше знает ее, чем Талер? Еще Велерат ее должен знать. Так, это Велерат. Говори свободно, Геральт. Только никакой политики. С меня ее уже достаточно. Не бойся, я хотел поговорить о принцессе. Я же сказал, никакой политики. О проклятии. Дьявол тебе забери. Надо было просить что-нибудь покрепче. Парли спрашивай. У принцессы бывают странные сны. Откуда, черт возьми, мне знать? Я уже давно не разговаривал с Аддой. Талер, не уходи. Может быть, странное поведение? Геральт. Ты на волосок от того, чтобы тебя обвинили в измене. Велерат, я спрашиваю не потому, что хочу получить какое-то влияние, и не из-за своего извращенного любопытства. Насколько я знаю, наша милая принцесса абсолютно нормально. Ну, физически, по крайней мере, с головой-то она не слишком дружит. Она агрессивна? Чем-то обеспокоена? Она бывает агрессивна, но это вполне нормально для такой испорченной девицы. Я не знаю, она какая? С моей точки зрения, да говори ты уже, ей нужен нормальный мужик, который нормально бы ее трахал. Да. Мне пора, увидимся. Пока. Так, нужно Таллера найти. Не то, что я помню. Силиана. Ща, подожди. Нас... Геральт? Да, да, да. Я не в курсе, какое у ее высочества может быть любимое блюдо. Нам ведь положено знать такое дерьмо. Сам понимаешь, мы тайные агенты, люди тени. Успокойся. Так что это за блюдо? Принеси мне письмо из соседней комнаты. Оно в сундуке с гербом Тимерии. И смотри, чтобы тебя никто не видел. Но... Тогда я тебе скажу, чем Ада любит лакомиться. Да. Сундук, шкафчик. Сундук, шкафчики. Лусенская красная, местная перцовка. Мы наболаканимся. Так весело. Сундуки. Догадочная записка. Нележливо выведены буквы, явно писались в спешке. Ориной, Ориной, Ориной. Груша. Сатонбинская медауха, Невгарская лимонная водка. Чужие страны. Книга писает несколько стран мира, включая империю Невгар, зерекание Рудания. Рудания. Грустная страна. А ты что тут делаешь? Искал сортир. В этом сундуке? 1-0 в твою пользу. 1-0 в твою пользу. Но по правде говоря, я надеялся найти какой-нибудь лучший напиток. Да уж, вино здесь явно разбавленное. Я тут нашел одну бутылочку. Очень даже неплохая штука. Попробуешь? С удовольствием. Я надеюсь, мы не грохнемся. Фу, не грохнемся. А что, это то думаем? Ну, что... Не будет хорошо, если геральт отключится. Поэтому это очень хорошо, что мы протрезвели буквально к моменту, когда мы на закомнице говорили с Антой. Ну, точнее, после того, как мы с ней поговорили. Потому что, ну, как раз... А, теперь мы окончили. Без... Без этого. Без проблем, на самом деле. Как тебе эти интрижки? Как все прошло? У тебя есть... У меня не было возможности это сделать. Я еще вернусь. Следующая комната. Сундук с тимирианским гербом. Неужели так сложно? Подожди минутку, мне надо перекусить. Отливка выполнена по плану. Мастер уже исчез навсегда. Убедись, чтобы никаких других следов не осталось. Не должно быть никаких доказательств подделки. Ничто не должно привести к нам, и никто не должен связать меня с твоим патроном. Что касается остального, ты знаешь, что делать. Пиэс, позаботься о ведьмаке. Уже спрашивали, можно ли от алкоголя в этой игре умереть. Оказалось, что нет. Толер интересуется политической ситуацией в зиме и расследует делая подделка каких-то важных документов. Как все прошло? У тебя есть письмецо, о котором я просил? Спокойно. Вот письмо. Из тебя мог бы выйти отличный агент, Геральт. Я преувеличил. Из тебя такой же шпион, как из козьей жопы. Давай выкладывай. Какое у ее высочества любимое блюдо? Котаблепосы. Что? Некоторое время назад объявился в изиме один маньяк, на тебя уж, Дюжа, похожий. Заявил, что нет на свете ничего вкуснее, чем правильно приготовленный катаблепос. Шутишь? Ничуть. С тех пор мои люди начали тайную охоту на катаблепосов. Не представляешь, сколько это мне стоит? И как же нужно готовить это мясо? Это уж забота и пата. Я отвечаю за доставку катаблепосов. А как его готовить, я без понятия. Эти педики хуже всего. Надо узнать у Велерада, как приготовить катаблепосы. Все знают, что это педики. Да, вы понимаете, что это педики. Выполняю. Выполняю. Ну, говорят про каких-то педиков, которых вы ловите и сажаете на кол. Ему это понравилось. Я слушаю. Так. Ты не знаешь, какую принцип... Эта тема не кажется мне неприятной, неинтересной. Найди мне чего-нибудь погребче, тогда поговорим. Договорились. Мне нужно привезти Велераду стакан водки. Кажется, у нас был. Горли пересохло. Без чего-то покрепче язык не поворачивается. Расслабьтесь, Ипат. Вечер только начался. Я слушаю. Вот. Намного лучше. Значит, слушай. У принцессы было тяжелое детство. Теперь ей очень нравится практически сырое мясо с кровью. Мы стараемся об этом не распространяться. Ведь некоторые еще помнят. Понимаю. Еще что-нибудь? Думаю, Талер недоволен тем, что его разведчикам приходится рыскать по всему королевству, выполняя ее капризы. Я слышал, они очень дорого стоят. Спасибо за помощь. Надо поговорить с Тайлером. Мне нужно достать мясо к отоплепостным для ада. Без чудо не обойтись. Или без магии Трис. Исчезни, выродок! Геральт? Мне твои игры надоели, прощай. Какой грубо. Это очень важно, Трис. Что происходит? Я думаю, у Ады есть важная информация. Правда? Это испорченная маленькая... Да ладно. Она хочет котоплепостно, желательно с кровью. Шутишь? Трис, пожалуйста. Можешь кое-что для меня наколдовать? Это очень непристойно, колдовать на приемах. Я отвлеку внимание. Пожалуй, я лучше справлюсь сама. Получилось. Стейк из котоплепоса. Принцесса его любит. Спасибо, Трис. Кстати, Геральт, а ты знаешь, что я могу наколдовать иллюзию оргазма? Я, пожалуй, предпочту традиционное. Вернусь, как только разберусь с Адой. У тебя есть что-нибудь вкусненькое? Стейк тартар из котоплепоса. С кровью, персом и сырым желтком. Ты знаешь, как сделать женщине приятно. Для меня честь служить вам, ваше высочество. За это я дарую тебе личную аудиенцию. Приходи в Моальков через пять минут. Помню, мы будем заниматься политикой. А она так похожа на роман. Даже рецепт. Рецепт котоплепоса в интернете есть. А дверь вы должны закрыть мне? Ну и после этого можно заканчивать стрим после разговора с ней. Ваше Высочество. Я всё помню, Ведьмак. Я отвечу тебе в процессе. Но сейчас мне бы хотелось знать, не являются ли легенды о твоём мече преувеличением? Как прикажете. Ещё бы. Да, да. Телезончик-то потрясся. Геральт, я поговорила с Декланом по поводу тебя. И? Тебе тоже надо с ним поговорить. Внимательно слушай, что он тебе скажет. Что он такого скажет, что на это стоит тратить время? Не руби с плеча. Он сделает тебе предложение, мне кажется, тебе стоит согласиться. А не используешь ли ты меня просто как один из своих инструментов? Эх, ты и твои инструменты. Тебе эта вечеринка тоже кажется скучной? Можешь придумать занятие поинтереснее? Дома, Геральт. Дома. Развлёкся уже, которая девушка зали. Что ж, всем спасибо за стрим, за то, что смотрели с нами, за то, что были с нами. И всем желаем хорошего вечера и до следующего раза, до следующих приключений Геральта, его меча или двух мечей. Счастливо. 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 И до свидания. Счастливо. Счастливо. Счастливо с giveaway. Счастливо. И до свидания. Счастливо. Достали.